Парковка стоимостью более 4 тысяч рублей. Такую сумму в среднем приходится платить автовладельцам, которые игнорируют знак «Стоянка запрещена». За нерадимыми водителями следит специальная служба. О борцах за чистоту улиц материал Сергея Коробкова. О диалектике организации дорожного движения, количестве автомобилей и парковочных мест в Калуге сказано уже немало. Ситуация, если не тупиковая, то близкая к этому. С одной стороны, растет количество машин у населения, видимо, как признак роста доходов. С другой, улицы города на такой трафик не рассчитаны. Плюс городские власти, которые одной рукой разрешают строительство многочисленных торговых центров, другой ставят знаки ограничения парковки. Водителям, хочешь не хочешь, приходится нарушать. А часто так включается, что-то? Приходится познать на улицу? Нет. А если что, из того, что-то парковаться негде? Негде парковаться. Пока единственным решением проблемы являются эвакуаторы, бороздящие городские просторы в поисках нарушителей. Причем, работая 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, в среднем за смену на штрафстоянку они отправляют полтора десятка автомобилей, большинство из которых хозяева забирают в течение часа. Сколько вот за, допустим, не знаю, за месяц машин было эвакуировано? За месяц в среднем от 350-400 машин где-то. Как быстро забирают машины со стоятки? Парковочные в течение часа-двух. Есть машины, которые долго стоят? После аварии. После аварии, да. Или в нетрезвом состоянии, когда водителя задерживают, привозят к нам. Если дают 15 суток, значит, сидит человек 15 суток, приходит забирать машину. Трудятся санитары городских обучин в тандеме с инспекторами ГИБДД. Задача последних составить протокол нарушений и выписать штраф в размере полутора тысяч рублей за неправильную парковку. Если автовладелец успеет появиться до погрузки машины, то он отделается только штрафом. Если нет, выложат еще примерно 2,5 тысячи за транспортировку и по 48 рублей за каждый час на спецстоянке. Удовольствие, конечно, дорогое, но учитывая ситуацию в городе, зачастую вынужденное. Да еще и извечный русский авось. Так что без клиентов МУП «Калуга-Спецавтодор» в ближайшие годы точно не останется. Сергей Крабков, Вячеслав Дугопятов, телекомпания НИКО-ТВ.